Приветствую вас друзья на очередном недельном обзоре финансового рынка основанном на измененном волновом анализе Эллиота. И давайте приступим к разбору индекса, после этого мы разберем основные валютные пары. Если у вас будут какие-то вопросы по торговым планам, то обязательно пишите их в комментариях под видео и по возможности я на них обязательно отвечу. Итак, индекс доллара. О чем же нам говорит индекс доллара? Кто был на вебинаре, который я для вас веду каждый понедельник в 11.00, знаете прекрасно, что я говорил про уровень 90.57, который будет ложно пробит. Ну, если не смотрели, то обязательно посмотрите запись, там очень много рассказал интересного. Что было? Действительно произошло восходящее движение, как мы прогнозировали. Действительно было ложное пробитие и действительно сохраняется нисходящий тренд по индексу доллара. Это очевидно, но в принципе мы с вами торгуем по тренду, именно поэтому мы с вами зарабатываем. Итак, как нам смотреть сейчас на индекс ровно так же? Ничего не меняется, то же самое, что я говорил в понедельник. Уровень сопротивления 90.57 остается уровнем сопротивления. И отрицать очевидное мы не будем, но это просто смешно. Отрицать то, что он вот лежит на поверхности. Поэтому закрепление цены выше данного уровня, строго выше данного уровня, закрепление, закрепление, то есть закрытие сигнальной свечи. А вы знаете, что мы с вами индекс доллара смотрим на H4 и на H1. Мы даже никогда не спускались или там еще ниже, там M1 или еще что-то. H4. Вот пускай H4 закрепится выше, тогда мы будем говорить о какой-то силе доллара. Пока этой силы нет. Итак, получили коррекцию, ну и потом можно, кстати, на ретесте будет и посмотреть покупки по доллару. Ближайшая цель 9109. Это ближайшая цель. Дальше смотрим, почему короткая ближайшая цель. Да потому что тренд по-прежнему нисходящий. Давайте не отрицать наличие тренда. Давайте не будем пытаться найти какую-то там раннюю точку входа, которая является разворотом тренда. Да никто никогда ее не найдет. Вы вспомните, как мы с вами торговали в понедельник, какие мы составляли торговые планы. Они были все по тренду, строго по тренду. Именно поэтому у нас были отличные, качественные торговые планы. Итак, здесь мы с вами разобрались, куда сейчас может спуститься цена. Ну, конечно же, в диапазон 89.24. И вот как раз от этого уровня, от уровня 89.24, можно будет уже искать какие-то покупки доллара, но с уменьшенным риском, потому что против тренда. Валютная пара евро-доллар. Сегодня для вас составлял торговый план. Торговый план пока не сбылся, потому что мы с вами хотели покупать на завершении нисходящую конструкцию уровня H4. Как мы видим, восходящим движением сейчас завершилась нисходящая конструкция уровня M30, но здесь есть одно небольшое но. Конечно, хочется войти рано в рынок, как можно раньше заработать, как можно больше. Это нормальное желание. Но нисходящая конструкция уровня M30 не является усеченной. Вот я натягиваю фибосетку на волну A, и мы видим, что цена дошла до уровня 123.6, а значит на завершение неусеченной волны C нельзя входить в покупку. Почему нельзя? Потому что волна C сильная. Почему мы можем войти здесь на завершение уровня H4? Потому что по-прежнему сохраняется нисходящая конструкция уровня H4 именно усеченной. Вот мы видим, натянули фибосетку, и мы не дошли до уровня 123.6, а значит конструкция усеченная. И вот как раз и будем мы с вами покупать на завершение нисходящей усеченной конструкции. Какие могут быть небольшие поправки, поправки на PIVO2? Я знаю, что очень многим понравился PIVO2, который я вам, такую небольшую тайну торговой системы умной торговли рассказал в понедельник. И мы как раз с вами составляли торговый план по фунту, и там мы как раз с вами торговали на пробитии PIVO2, на формировании конструкции пробитием PIVO2. И вот как раз здесь мы можем сделать ровно то же самое. PIVO2 в волне C находится на уровне 1.21.67. И вот условие. То есть нам не обязательно пробивать наклонный канал. Мы можем подойти к наклонному каналу и его не пробить. Нет условия пробить наклонный канал. Потому что наклонный канал на самом деле такой же инструмент по качеству, по хорошим сторонам и по плохим сторонам. Такой же инструмент как PIVO2 или АКБ, который используется в торговой системе умной торговли. Поэтому наше условие пробить один из трех инструментов, которые защищают конструкцию. И вот как раз второй инструмент это PIVO2. PIVO2 находится на уровне 1.21.67. После этого необходимо обязательно получить коррекцию волну B. И вот после того, как мы получим коррекцию волну B, мы можем поставить отложенный ордер, байт, стоп на пробитии максимума. То есть на формировании восходящей волновой конструкции. Ну то есть отработать тот торговый план, который в принципе я вам сегодня утром публиковал. Это будет точка входа на откате B плюс преусеченное C. Обратите внимание, что конструкция усеченная. И опять-таки сейчас еще и возможно формирование флета. Потому что не может всегда какая-то валюта дешеветь. Поэтому возможно формирование флета. А следовательно рекомендуется на соотношении 1 к 1 закрыть первый тейк профит и перевести сделку без убыток. Ну например у нас будет вход вот прямо здесь. Соответственно мы меряем размер стоп-лосса. Стоп-лосс ставим за усеченку. То есть стоп-лосс примерно 67 пунктов. Соответственно вверх мы откидываем 67 пунктов и ставим первый тейк профит. После получения первого тейк профита переводим сделку без убыток. Дальше смотрите уже самостоятельно. Можно брать уровень например 21.23.48 в профит. Можно брать 1.23.08 в профит. То есть тут уже решайте сами какой профит вы хотите взять. Это мы сейчас с вами разобрали покупки-продажи на перевороте. То есть получили ту самую восходящую конструкцию. Поднялись вверх диапазон скользящих средних конечно же. И построили наклонный канал по той самой восходящей конструкции на которую мы купили. Потому что мы же сначала покупаем тренд восходящий. И продажи на завершение этой конструкции формированием нисходящей конструкции. То есть волной А пробили наклонный канал. Получили коррекцию волну В. И продажи на формирование нисходящей конструкции. Не забываем, что перевернуться это означает открыть противоположную сделку. И закрыть текущую сделку. Поэтому в этом месте мы обязательно закрываем нашу покупку. То есть это будет маленький плюс или маленький минус. Неважно. Мы ее закрываем, потому что у нас появился обратный сигнал. Поэтому обязательно мы это должны делать. И соответственно открываем продажу. Отрабатываем продажу. Кстати сегодня был отличный переворот по матрешке. Мне сегодня ученики скидывали матрешку по евро-доллару. Все по этому же евро-доллару. И была очень хорошая покупка. Сделка правда была на маленьком таймфрейме. Но покупка была. Вот здесь была волна А, волна Б и волна С. Соответственно здесь была покупка. Почему была покупка? Потому что нисходящая конструкция. Вот эта вот нисходящая конструкция. Она тоже усеченная. То есть это и есть та самая матрешка. Про которую я очень часто вам рассказываю. Вот она волна А, волна Б. И соответственно вниз волна С. По этой матрешке ученики мои построили наклонный канал. ну и соответственно вход на формирование восходящей конструкции, которая завершит нисходящую. И здесь был этот вход, но мы же не знаем куда пойдет цена, но откуда нам это знать? Никто нам этого к сожалению не расскажет. И соответственно мы должны на завершение этой конструкции формированием обратной конструкции, то есть если эта конструкция оказывается коррекцией волной B, то на завершение этой коррекции мы должны обязательно что сделать? Продать и закрыть покупку. Это обязательное условие, обязательное условие. И вот что здесь было, вот он наклонный канал по той самой восходящей конструкции, которая у нас получилась для покупки И все вроде бы как хорошо, но потом рынок разворачивается, ну почему-то, почему-то ему надо развернуться Какая разница почему, главное, что это произошло И соответственно, что получается, получается, что вот она волна А, которая завершила эту восходящую предполагаемую волну В То есть та самая точка входа на откате В После этого коррекция волна В и продажа То есть в итоге получилось, что тот, кто отрабатывал матрешку, здесь купил Здесь закрыл уже покупку с минимальным убытком То есть здесь убыток, получается, у нас равен 4 пункта С убытком 4 пункта закрыл покупку, открыл продажу, заработал на продаже Потому что на продажу мы дошли до уровня 123,6 и, конечно же, первый тег профит на ловушке О чем это говорит? О том, что можно убыточные сделки делать прибыльными Потому что по факту, если бы трейдер просто здесь купил Просто купил и забыл про нее Ну, типа, я хочу, чтобы она пошла вверх, значит, пускай идет вверх Ну, мне же сильно хочется И не использовал правила системы То был бы стоп-лосс Потому что стоп-лосс где был бы, ну, под минимумом То есть где-то здесь был бы стоп-лосс, который однозначно бы сработал То есть трейдер получил бы убыток А по факту, получается, прибыль Так, здесь мы с вами все разобрали И покупки, и продажи Валютная пара фунт, доллар Что же у нас здесь было? А в понедельник я вам говорил, что мы покупаем на формирование восходящей конструкции Которая завершит нисходящую конструкцию Но мы с вами прекрасно понимали, что если мы будем использовать наклонный канал То это просто, ну, самая глупость, которую мы только можем сделать То есть глупее поступка, чем использовать в данной ситуации наклонный канал, наверное, и не будет Вот он, наклонный канал Представляете, если мы, ну, например, такие ограниченные трейдеры И мы знаем только о существовании наклонного канала То нам нужно было бы пробить наклонный канал Потом получить коррекцию Нам что, здесь покупать, что ли? То есть на самых максимумах брать, покупать Но это не серьезно Но так как мы трейдеры неограниченные Мы знаем о том, что есть еще другие инструменты, которые защищают конструкцию То, соответственно, мы использовали пиво 2 Я вам очень подробно рассказал на вебинаре в понедельник Как мы торгуем, что мы смотрим И вот как раз и был, в принципе, тот самый пиво 2, который мы с вами использовали Вот он был, пиво 2 Нам нужно было пробить пиво 2, получить коррекцию и купить Шикарная покупка, которая дала отличную прибыль Маленький стоп-лосс, то есть, ну, все, как мы любим Как сейчас торговать в фунт-доллар? Конечно же, здесь я покупки никакие не рассматриваю Но мы сейчас находимся на уровне сопротивления Но о каких покупках могут идти речь вообще? Здесь, может быть, сейчас формируется фигура тройная вершина, например Я этого не знаю Я не знаю, но я вижу, что здесь нет потенциала получения прибыли По отношению к риску, который мы на себя берем То есть, по отношению к стопу Именно поэтому здесь строго нет, без вариантов Вообще без вариантов здесь никак не получится сейчас отработать Что нам надо для того, чтобы купить? По-прежнему рассматриваем покупки по той причине, что тренд изменился А даже, наверное, вот так Что я сделал? Я построил наклонный канал по восходящей усеченной конструкции, которая у нас есть Ну, то есть, вот эта вот усеченная конструкция Она пока еще усеченная, потому что мы не дошли до уровня 123.6 по Фибоначчи от волны А То есть, вот эта вот волна А, вниз коррекция, волна В и вверх волна С Что необходимо для того, чтобы купить тренд восходящий? Давайте мы все-таки дождемся смены тренда для того, чтобы продавать Пока тренд восходящий А нам необходимо получить нисходящую трехволновую конструкцию Спуститься в диапазон скользящих средних Соответственно, если мы спустимся в диапазон скользящих средних То мы завершим эту конструкцию То есть, мы ее превратим в одну волну Тем самым мы получим повышение волнового уровня Получаем эту нисходящую трехволновую конструкцию Чем больше, тем лучше Потому что будет дешевле И строго на завершение этой конструкции Формированием восходящей конструкции Мы будем покупать Построили наклонный канал По той нисходящей конструкции, которая будет И на формирование восходящей мы покупаем Которая завершает эту нисходящую Волны А пробили наклонный канал Получили коррекцию волну В И покупка на формирование восходящей конструкции Такая точка входа будет на ткате В В таком случае мы предполагаем, что это не что иное, как волна А Вниз трехволновка это коррекция волна В Ну а вверх волна С, которая имеет подволны АС, ВС и СС То есть, в принципе, вот такая несложная будет точка входа Ну а продажа уже на перевороте То есть, давайте мы для переворота дадим возможность Немного потоптаться в этом плейте Чтобы просто собрались силы для этого переворота Соответственно, построили наклонный канал По той самой восходящей конструкции, на которой мы вошли в покупку И на завершение этой восходящей конструкции То есть, если мы попали на волну В Мы и будем продавать Волной А пробили наклонный канал Получили коррекцию волну В И продажи на формировании нисходящей волновой конструкции Такая точка входа будет тоже на ткате В В таком случае мы предполагаем, что это вниз не что иное, как волна А Вверх трехволновка, это коррекция волна В И вниз волна С, которая имеет подволны АС, ВС и СС Обязательно на ловушке фиксация до второй прибыли Перевод сделки без убыток Дальше или уровень 138,2 Ну или если думаете, что это какой-то разворот Ну, держите дольше сделку Да, небольшое объявление Я определился с датой начала курса умная торговля Начинаем обучение в среду 3 февраля Поэтому, кто хочет обучаться по курсу Обязательно со мной связывайтесь Еще есть 4 места в группе Кому интересно пройти обучение по системе Мне пишите и дальше я вам все расскажу Начало обучения 3 февраля Это будет среда Валютная пара новозеландский доллар Американский доллар Ну а здесь что? Здесь в принципе сейчас отрабатывается точка входа на откате В Отрабатывается просто превосходно По текущему восходящему тренду Она же является фрактальной точкой входа То есть здесь все вот просто на 10 с плюсом отрабатывается Да, к сожалению, мы не успели К сожалению, я отрабатывал другие валютные пары У меня просто уже загружен был депозит Поэтому я не смог Хотя облизнулся, конечно Точка входа прикольная Но риски все-таки надо соблюдать А что здесь за точка входа? Да то же самое, что мы с вами всегда разбираем Это торговая система умная торговля Она не сложная Главное понять формирование цен То есть в принципе основа торговой системы Это ценообразование Это просто правильное понимание ценообразования И я вам показывал множество примеров И на фондовом рынке Можно торговать и на криптобиржах Да где угодно можно торговать Именно эти конструкции Потому что здесь все логично Итак, волна А, волна Б, волна А, С, Б, С, С Что это такое? Это фрактал старта Почему? Помните, я проводил вебинар по фрактальному анализу И рассказывал про систему фрактальную Выше 135 формируется фрактал старта Сигнальный фрактал пробития фрактала старта Точка входа Чем-то похожа на вход Вход получился одинаковый Потому что на самом деле Хорошие точки входа И является основой системы умная торговля Поэтому импульс, коррекция, импульс Вообще в принципе Любое движение это импульс, коррекция, импульс Другому не будет Как сейчас торговать данную валютную пару? Сейчас покупать нельзя Почему? Потому что вы по идее сейчас уже должны Готовиться, фиксировать первый тейк профит на ловушке То есть уже через несколько пунктов будет тейк профит То есть какая может быть покупка? Конечно же никакой Это уже будет совершенно неправильно Поэтому для покупок нужно получить повышение волнового уровня Что это значит? Нам необходимо Получить нисходящую трехволновую конструкцию Обязательно Спуститься в диапазон скользящих средних Поздно уже, понимаете? Не надо торговать для того, чтобы открыть сделку Надо торговать для того, чтобы зарабатывать на этой сделке И да, бывают такие моменты Когда, например, анализируешь пару И понимаешь, что у тебя стоп-лосс Должен ты поставить больше в три раза, чем тейк профит Вы же не будете торговать эту сделку Но зачем она вам нужна, если она не выгодная? Лучше подождать Лучше подождать более какой-то благоприятной ситуации И все Поэтому ничего страшного в том, чтобы подождать нет Итак, получаем нисходящую трехволновую конструкцию Тем самым получаем повышение волнового уровня И у нас уже будет вот такая разметка В таком случае Это будет верхняя, что иное, как волна А Вниз трехволновка, это коррекция волна Б Ну, если она будет коррекцией Если она не пробьет 88,2 от волны А И, соответственно, на завершение этой коррекции Мы будем покупать То же самое, что здесь Вот А, Б, А, Ц, Б, Ц, Ц А, Б, А, Ц, Б, Ц, Ц Совершенно то же самое Просто так как здесь уже все проворонили То будем ждать новую точку входа Ничего в этом плохого совершенно нет А, Ц, Б, Ц, Ц Обязательно на максимуме, на ловушке фиксаться Одно-вторых прибыли и перевод сделки без убыток Дальше или 138,2 по Фибоначчи от волны А Или, ну, или какие-то можно ставить цели Ну, например, на максимуме 0,7303 Можно здесь зафиксировать Take Profit Когда продавать? Когда продавать новозеландский доллар против американского доллара? Блин, сложно Сложно, потому что я не люблю сделки против тренда А если мы посмотрим на новозеландца Ну, он растет Я понимаю, что уже многие говорят Что, ну, типа, долго идет вверх Теперь надо, чтобы пошел вниз Кто сказал, что надо? Где это написано? В каком законе это написано, что надо идти вниз? Вроде нигде не написано Поэтому я не люблю ловить стопы Я не люблю пытаться, там, ловить ножи И поэтому пока, наверное, нет вариантов Нет вариантов для продажи Я не вижу хорошей ситуации Будет какая-то хорошая ситуация Может быть, сформируется Тогда, ну, тогда, может быть, торговый план сделаю Который утром для вас сделаю Каждое утро А пока нет вариантов Австралийский доллар против американского доллара Здесь, в принципе, то же самое Вот она была А, С, Б, С, С, С Здесь была покупка Точка входа на откате Б На ловушке фиксация Дальше идем вверх Сейчас, конечно же, я не буду вам предлагать покупать Мы находимся уже практически на максимуме То есть уже очень дорого покупать И поэтому нам необходимо получить повышение волнового уровня для покупок По-другому здесь уже просто поздно Понять о чем дело Или мы здесь покупали У нас был вот здесь стоп-лосс, да И, соответственно, точнее, здесь был вход Здесь был стоп-лосс То есть стоп-лосс получается маленький И есть где фиксировать прибыль Или мы здесь сейчас запрыгнем И нам уже нужно поставить стоп-лосс большой Так, профит маленький И вся уже математика просто не будет биться Поэтому получаем нисходящую трехволновую конструкцию Заметьте, что я не говорю сейчас про продажу Я сейчас говорю именно про покупку Потому что, ну, давайте я уменьшу Чтобы показать, почему я так говорю И я все-таки за тренд Я за тренд И, понимаете, мы могли, например, здесь думать, что уже долго идем вверх И надо пойти вниз, да И где-то здесь запрыгнуть вниз Или потом где-то здесь запрыгнуть Или где-то здесь запрыгнуть вниз Но чтобы это нам дало Да, лосей бы мы просто насобирали Целое стадо И все Поэтому На формировании нисходящей конструкции Мы будем искать точку входа на покупку Строим наклонный канал по нисходящей конструкции Которая будет диапазон скользящих средних И от диапазона скользящих средних Мы будем покупать А, пробили наклонный канал Б И, соответственно, волна С Вот такая точка входа Эта точка входа будет на откате Б В таком случае мы предполагаем, что Это движение это А Вниз это Б И вверх это С Ну или даже если чуть ниже спустимся Ну значит вот это какое-то там движение Это А Вниз Б И вверх С То есть в любом случае Вниз коррекция может быть еще очень долго Поэтому на завершении Нисходящей конструкции Диапазона скользящих средних На формировании восходящей Мы будем покупать Продажи я пока не рассматриваю Потому что у меня нет пока Хорошего торгового плана на продажу Валютная пара Американский доллар Швейцарский франк Пробили наклонный канал Восходящей усеченной конструкции Это очень хорошо для того, чтобы мы могли с вами Что сделать? Конечно же продать Продать по текущему нисходящему тренду Мы знаем, что индекс доллара дешевеет Мы знаем, что валютная пара Американский доллар Швейцарский франк Падает И это факт Это факт, который мы не можем отрицать Потому что это Просто так оно и есть Опять-то Опять-таки здесь еще и неплохой уровень сопротивления Я вам скажу Отличный, классный уровень сопротивления Которому и подошли Восходящая конструкция Как мы с вами уже определились Усеченная Конструкция уровня H8 Наклонный канал по этой конструкции Построен И наклонный канал был Буквально совсем недавно Пробит Что нам надо для того, чтобы продать? Конечно же продать Я не говорю про покупки Я говорю про продажи Нам нужно получить коррекцию волну B И вот после этой коррекции Мы можем поставить отложенный ордер Sell Stop на продажу Вот у нас и будет точка входа на продажу По текущему общему нисходящему тренду Смотрите Здесь усеченка Опять-таки мы с вами определились В самом начале Что возможно какой-то флэт А из-за того, что возможно какой-то флэт Я предлагаю все-таки первый take profit Зафиксировать на 1 к 1 Все то же самое Если у нас такой получается вход То есть на этом месте Поднимаемся вверх Перекрестим Замеряем 55 пунктов Вниз спустились на 55 пунктов Поставили первый take profit Второй take profit можно фиксировать На уровне 0.8758 Ну или может быть еще какие-то Ставить более высокие цели Когда покупать? Покупка на перевороте Не упали вниз А значит что получили? Значит мы получили предполагаемую волну B А это вверх Что получается? Тогда это может быть волной А Вниз трехволновка Это волна B Что нам нужно сделать для того, чтобы купить? Построить наклонный канал по нисходящей конструкции На которой мы вошли в продажу И на формировании восходящей конструкции Которая завершит нисходящую Мы будем покупать Волной А пробили наклонный канал Получили коррекцию волну B И покупка на формировании восходящей волновой конструкции Такая точка входа будет на откате B Если мы отрабатываем такую точку входа То обязательно Обязательно На вершине На ловушке для профи Фиксация 1-2 прибыли Перевод сделки без убыток Это 0,8917 Это первая цель Обязательно Следующая цель Натягиваем фибосетку на волну A Натянули фибосетку И взяли уровень 138,2 По фибоначи Профит Вот и все Ну или какие-то Может быть более высокие цели Вы хотите держать И валютная пара Американский доллар Канадец Ну а здесь я вам ничего интересного не расскажу Почему? Потому что мы находимся уже внизу Потому что продолжается нисходящее движение Я всегда говорил Что нужно торговать по тренду Ну и вы видите Что действительно нужно торговать по тренду И никак иначе Итак Что же будет Если мы сейчас продадим? Ну во-первых Мы продадим очень далеко От диапазона скользящих средних Что нам даст Совершенно невыгодную Точку входа И какой-то просто Баснословный Стоп-лосс Ну а значит Нам невыгодно Сейчас открывать позицию Что в таком случае Мы можем сделать? Мы можем дождаться Роста В диапазон скользящих средних И только 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 После этого Можем на завершение Восходящей конструкции Продать Сейчас Нет Да Конечно Мы можем Там например Попробовать Еще Вариант Для покупки Но я все-таки Не хочу Рассматривать покупку Потому что Тренд пока Сохраняется Уровень сопротивления Которым я говорил В понедельник На индексе доллара Отработал На 5 с плюсом Он подтвердил Мою догадку Что тренд Сохраняется И поэтому Я не хочу Пытаться Зарабатывать Какие-то мелкие Коррекции Рискуя Большими деньгами Именно поэтому Здесь будет Торговый план На продажу Только После восходящего Движения В диапазон Скользящих средних По другому Извините Здесь я не могу Вы можете Может быть Я не могу Вы могли продать Вот она была Фрактальная точка входа Все та же самая Фрактальная точка входа Ниже 135 Экспоненциальный Скользящий средний Фрактал старта Сигнальный фрактал Пробитие фрактала старта Точка входа На продажу На ловушке Фиксация 1-2 прибыли Перевод без убыток То есть всегда То что я вам Всегда-всегда-всегда Одно и то же говорю Но вы понимаете Что здесь у вас Был потенциал заработка Поэтому здесь Это можно было сделать И это было правильно Здесь делать Но здесь Это неправильно делать Не Ну вы можете торговать Как вы хотите Вообще в принципе Я рекомендую Использовать аналитические Обзоры Как возможность Сравнить свои Торговые планы И конечно же То что я говорю Не является Какой-то Индивидуальной Рекомендацией Я просто говорю Как я вижу рынок И как я буду торговать А вы уже Самостоятельно Принимаете решение Вы будете так делать Чуть-чуть по-другому Совсем по-другому Ровно противоположно То есть тут уже Вы самостоятельно Решаете Это все-таки Вы являетесь трейдером А главное Отличие от трейдера В том что трейдер Берет на себя всегда Ответственность Итак Для того чтобы продать Нам необходимо Подняться вверх То есть получить Восходящую Трехволновую Конструкцию В диапазон Склядящих средних И вот только После этого Только после того Как мы получим Эту восходящую Конструкцию На завершение Этой восходящей Конструкции Формированием Нисходящей конструкции Мы будем продавать Волной А Пробили наклонный канал Получили коррекцию Волну Б И продали На формировании Нисходящей волновой конструкции. Вот такая точка входа мне нравится. Она имеет потенциал, она даст возможность поставить какой-то адекватный стоп-лосс, ну и что-то заработать. Поэтому только так. Ну а когда покупать, ну возможно кстати на перевороте. На перевороте от этой сделки. Если это будет волной B, то есть мы не пробьем 88.2 от этой восходящей конструкции, то соответственно на завершение этой конструкции, формированием восходящей конструкции, можно будет и купить. Волной A пробили наклонный канал, получили коррекцию волну B и покупка на формировании восходящей волновой конструкции, то есть переворот. Вот что у нас получается? Мы получается, что здесь продадим по текущему нисходящему, а здесь мы перевернемся, если окажется эта коррекция. И конечно же мы закроем нашу продажу, откроем покупку, на ловушке зафиксируем 1-2 прибыли, переведем сделку без убыток, дальше натянем фибосетку на волну A и возьмем уровень 138.2 в профит. Это все. А у меня на этом все. Если у вас есть вопросы, обязательно их задавайте в комментариях под видео. Если видео для вас было полезным, то поддержите его лайком. До новых видеообзоров, да пребудет с нами профит. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok